коричневый даст нам сложный цвет потом оранжевым немножечко подкрутимся вот здесь такой нимбик создадим и на этом фоне уже будет все белила нужны, но не до такой степени в первую очередь сиреневила а в них уже коричневый и будет вот такой сложный цвет, который нас и интересует можешь мигать то в пользу коричневого, то в пользу розового, то в пользу синего пусть немножечко будет мигательно хорошо? давай так, более плотно, более темно оранжевости положим в центр в центр оранжевости немножечко создадим вот это настроение света мастихином расстряховывать здесь не обязательно вот то, что ты начала делать нам даже и не нужно здесь то количество краски о котором я говорил в соседней работе здесь можно обойтись и этим количеством после этого ты возьмешь мастихин ну когда наберешь возьмешь мастихин, возьмешь коричневый голубой и наберешь каркас зеленого цвета коричневый голубой зеленый цвет в тени вот этот каркас зеленого вот таким штриховательным баловством добавишь коричневого себе штриховательным баловством наберешь, наберешь, наберешь в том числе наберешь и предмет кувшин наберешь, наберешь, наберешь сразу наштриховывая по цилиндру ну чтоб он уже круглился это у нас круглиться не будет это будет так хламнично набрано хламнично ой а это будет круглиться кувшинчик будет круглиться и у нас уже появится некое проявление бреда немножечко голубой розовый швырнешь сюда тоже обозначишь идею идею лежачей плоскости немножко пальцем поможешь ей лечь крупными тряпочными укладками вот в таком ключе наберешь потом возьмешь и добудешь идею цветков вот таким вырезанием потом вот таким подтиранием подотрешь до сухого холста и начнешь набирать цветки сначала теневым цветом вот этим синеватым синеватым потом потом все более светлым белым и даже рыжим разбеленным рыжим вот таким вот образом наберешь цветочки это будет первый набор потом будем и с ним работать хорошо? давай давай значит пока никак не выразится свет тень это основная проблема когда мы рисуем подобные вещи и не только ты а подряд все не справляются с идеей света и тени ну вот на примере вот этого товарища давай посмотрим у него есть теневая часть внятная теневая и внятная световая теневая внятно голубит внятненько голубит световая несколько оранжевит за счет вот этого кадмия красного светлого для начала потом плюс желтота посмотри я внятно разделяю на свет и тень почти трафаретно ой почти трафаретное разделение осуществил света и тени у меня одна часть в тени другая часть внятна на свету все что в тени будет не не равно световой вот это темный несмотря на то что здесь он кажется светлым смотрим он темный все что в тени сохраняет тенистое звучание не не равное этому а на свету теперь еще и с густотой несколько с густотой создаем эффект множества в том числе и с идеей ребер листьев ребер здесь они почти все плашмя а здесь они ребристы создаем и эту идею и так самое главное что у нас должно появиться это внятная свет тень именно это мешает не дает неопытность в решении света и тени или невнимание к свету и тени не дает решить задачу культурно и легко хорошо внятный свет тень вот здесь не внятно а там есть вот вот здесь немножко я потрудился здесь внятно здесь невнятно усилить свет утемнить тень тень у нас несколько голубит сиреневит да вот появился свет тень сразу как-то оно и в пространстве предыдущие задачки легче а тут прямо простая задача а ты упырлась ну давай опять вот как на примере этого он очень непростой потому что прямо фас смотрит на нас что на нас тень он на нас а его тень он и он и он и он и он и он и он он и Смотри, каким я чистеньким цветом обновляю это дело. Добавляю туда чистюльку цвета. Прямо постарайся собезьянничать характер движения. Ага, ага. Ага, ага. КОНЕЦ Если что, можно с краёв домоделировать. И тут ещё один важный компонент будет. Это вот эта чернота зелени в самых тенистых местах. Её тоже покажем. Потому что она сразу даст очень эффектные контрасты, которых без этих контрастов чуть не хватает. Такую давленную краску туда закладываем. И чтобы не было слишком мрачно от этой зелени, чуть-чуть сразу подбросим зеленотиков и нарядных. Туда-сюда подбросим и нарядных зеленотиков. Хорошо? Угу. Так, из-под теневой свет есть. Можно усилить сначала тенистое звучание. И потом туда подогнать. Вырезанный характер такой. Светлого. То есть он прямо подрезал эту темноту своей светлостью. Зазвучало? Да, безования? Сразу воздух, уход туда произошёл. Закрутился? Ага. Вот здесь чуть-чуть подбремим. Наметим розовину. А может на продажную? Сейчас, сейчас, сейчас. А, 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 А можно напротив? Ну давай ноги. Хорошо, давай. С ногами этих растений. Если речь идет о стекле, то тогда мутное, поддержанное бликом. И небольшими рефлексами света. Вот так обычно звучит стекло. Световых пятен так и не произошло. Нет цельности. Очень много теневых и световых. Смотри, какое у меня цельное световое озеро. Посмотри, сколько капошни. А там, допустим, у этого цветка, там главное, что вот это свет, а все остальное у него спряталось в тень. И вся теневая намного смуглее серединки. Она прямо ее оформляет. Причем цветом. Не какой, а цветом оформляет. Вот какая идея этого цвета. Внятный свет, внятные теневые. И так везде. Без четкого разделения на свет и тень не будет вкусной живописи. Форма лепится светом и тенью. Вот я хоть и подсунул темнотиков, но все равно цельность света сохраню. А теперь добавляем деликатно. Не в полную силу белого. Не в полную силу белого. Добавляем вот эти ребрышки. Все равно сохраняется цельный. Вот и здесь нужен цельный. Ладно? А вот здесь как-то сложно, там только мелкие. Но для начала он цельный. Для начала он очень цельный. Посмотри, сначала создаю эту идею цельного. От общего части. Да. Потом в него чуть-чуть. 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 Ну он цельный. Смотри, он сразу засиял. То же самое и здесь. А уж здесь. Так и подавно. Смотри, какое светлое пятно. Его вообще даже пальцами бессмысленно делать. Его нужно сразу положить. Сразу положить. Вот такой силой светлого. Немножко к нему тенистых бочков. Понимаешь? Понимаю, понимаю. У вас получается. Смотри, вот прямо такой сиятельный. Прямо съели разницей на свет тень. Съели разницей. Засиял. Потом мы в конце можем себе позволить немножко еще и вот таких действий. в конце. Каких-то мелочевочек. Мастихиновые звуки будут как бы более сиятельные, более глянцевые. Вот какие-то мазочки. Будут у нас дополнены мазочками. Вот такими. Но. Смотри, какая тональная внятность. И невнятность. И невнятность. Давай так. Почему художники опытные пишут с натуры? Зачем оно им надо? Все уже по идее могут. Нет. Это по идее должно быть в пространстве. Относительно других предметов. И не Господь Бог художник, чтобы эту мочь на щелчок делать. При том, что мы и здесь исповедуем идею света из-под теневой верхних. Угу. Но по отношению к этому пятно, это теневое пятно. Логично? Логично. Логично. Даже точно. Логично. 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 Можно более внимательно всмотреться в этот набор звуков, который рассказывает о рисунке. А можно сделать такую имитацию. Ну, я не знаю, удастся ли здесь смотреться, что там нарисовано. Можно создать имитацию этих пятен. Соответственно, сюда от него метнулась теневая. Здесь теневая. То есть, пока мы стекло имели, это было одно. А как только мы имеем дело с плотным предметом, уже другой срабатывает мотив. Я бы чуть-чуть дал бы вот такой светик. Вот такой светик кое-где мерцнул бы им. Спасибо. хорошие звуки очень хорошие здесь не хватает цельности теневому пятну листьев не хватило цельности собранности в некое целое согласно да слишком она уж была раздробленная для нарочитой тенистости этого места притом даже если там появится звучит светлого он появится не нарушая цельности тенистого пятна то есть если прищурить глаз мы почти не видим разницы тональной вот здесь прищурив глаз мы видим внятную тональную разницу но здесь как раз и все уместно то есть на свету одни проявления в тени другие также просится на это же и вот это тенистая история и даже листик есть в этом логика да ну ага то есть цельной цельной е произошло ты сделала вытянутыми они же там распахнутые на врухова и это сразу их сделала чужими ну то есть это другие цвета это не не пионы то есть они блюдцами они они торчалками такими смотри будучи прижатыми они сразу сели на свое место то есть вот тот свет которого тебе не хватало и ты там искала его искала относительно оранжевого сразу произойдет потому что именно оранжевый звучало выявит фиолетовость согласно да вот чтобы такое можно даже немножко этим цветком пожертвовать чтобы тот цветок занял свою нишу но вместо торчачиво прижимистый тоже хочет быть странным то есть такая идея все таки идея блюдца теневой нет вообще нет теневой смотрите ну сразу цветок на цветок стал по коже но и белый там же не чисто белый и красиво что там он не чисто белый красиво а то они все у нас слишком крикуны вот здесь рыжу ничку видишь мы как с рыжу ничкой правдоподобнее ну и наконец просто мы не все же они должны быть обязательно ярко ну или одного цвета фиолетовый а там вот такая история тем более он сосед такого цветка тусклого Смотри, как хорошо, что он перестал быть равным этим ребятам. Да, он играет все в трамплане. То есть он перестал быть так светел на свету, как ты его набрала. И этому парню тоже не следует быть равным. Потому что свет попадает на этот шар вот сюда. Вот здесь теневая шара. Вот здесь свет из-под теневых. Вот эту логику вещей мы все время демонстрируем. То есть это для нас общий шар. Перешла на мастихин. Оно, конечно, уместно. Но вот ту идею укладки пальцем уже мы с тобой не дочитали. Потому что как только мастихин положил густоту, мы больше ничего не можем с этой густотой сделать. Смотри, вот касание мастихиновых, а вот касание пальцевых. Кто из них вкуснее в данном случае? Живой вкуснее пальца. Да. Вот даже на примере этого цветка. Сколько вещей не увидено. Не увидено? Контрастность эта. Не увидено же? Не увидено. Контрастность. Продолжение следует... Продолжение следует... Вкусовой касаний. Вот какие вкусные касания сложились. Можно потом чуть-чуть добавить мастихиновых укладок. Чуть-чуть добавить. Даже вот такую засвеченность добавить. Засвеченность. Да? Ну вот постарайся в этом ключе все-таки сработать. А вот этот так оставить или еще куда будет? Можно чуть-чуть там дотрогать. Чуть-чуть. Но он должен сохраниться не как такой яркий. Скажите, не надо ярче свет все бросить? Нет, он и так слишком яркий. Я бы его растет. И вот этого парня если делать, то делать темным, а не таким же. Он должен вместе с этой тенью должен был создать силуэт. То есть там светлым не делать зачем. Он становилась цельной. Цельной. И это ценно, что она становилась цельной. Ты понимаешь? И уже потом внутри этой цельности даю чуть-чуть дополнений. Чуть-чуть. Ты понимаешь? А ты их делаешь вот мозаику эту, но она здесь не уместна эта мозаика. Сначала цельную. Вот здесь голубой цвет. Он не напрасно вставил здесь голубой цвет. Это отделило один цветок от других. Ну смотри, там же голубой. Так. Хорошо, как говорится. Хорошо, пожалуйста, конечно. А что скажите, где-то делать? Ну чуть-чуть до уточнить рисунок. Я бы на твоем месте дождался когда он высохнет. Полностью. Ага. Взял бы кисть. А. Сначала бы протер бы масло лак. Ага. Да. Ну через недельку. Да, да. Сначала бы протер маслом лаком. Вытер бы лишнее вещество. Начал бы прямо вот с этого. Чистенькими цветиками. Раз. Дополнительный лепесток. Раз. Как бы дополнительные содержания. Раз. Причем чуть не до произошло. Тут же стерло. Ага. Легко. И все. Да. Вот они. Начнутся. Вот такие уточнения. Кистью. Ага. Начнутся уточнения. Подсмотренные. Будет. Да вот там. Но смотри не переборщи. Если чувствуешь что переборщиваешь. Лучше сними краску которую ты положил. Ага. В том месте где почувствовал перебор. И. Снова. Снова. Набросься снова. То есть это будет тот же эффект. Письма. По сухому. Когда ты. Покроешь масло лак. Это будет тот же эффект. А вот как раз и попробуешь. И. Если хочешь принеси. Да. Поругай. Ага. Хорошо.